Да, мы поговорим немножко позже о вашем доставании, а вот давайте сначала вспомним такие радостные и безмятежные годы знакомства. Какие были годы, с чего все началось? Это 80-е, это перестройка, это гласность, это социализм, создал по нашей стране. Ну и мы вместе с этим совсем. Познакомились, мы закончили институт, Игорь в 85-м, ГИТИС, я в 86-х Щупинское училище. И встретились мы, естественно, в наш альма-матер, дом актера на улице Горького. Тогда институт Ферская, тогда она была улица Горького. Улица Горького, да. И вообще там был такой, как сказать, треугольник, я не складяю фамилию, но был такой треугольник. Потому что я работал в театре Станиславского, что там чуть подальше, да, дом актера, и Игорь одно время работал у Горьвича летучие мыши. Вот, это был такой треугольник. В общем, туда-сюда, я не складяю фамилию. Вот, и это замечательно, потому что мы были все рядом, дом актера действительно для нас сделал все. Там и были эти капустники. Ну, что все с капустников, естественно. Все началось с капустников. С 87-го года. Все мы познакомились. Я познакомился с Игорем. Познакомились с Лешей Кортневым, с Валдисом Пелишем. Тогда зачастую там были взглядовцы. Началась только передача «Взгляд». И Влад Листьев, Старш Любимов, и Дмитрий Захаров. И начинала свою деятельность авторское телевидение в 89-м году. И Кирильс Анна Прошутинский и Анатолий Григорьевич были дружны с Маргалис Анной Эскиной, директором Дома актера. Ну, вот они говорят, капустники, прекрасные. Давайте сделаем такую вот смешную передачу. Ну, вот, из этих капустников, из Дома актера, в общем, и родилась наша оба она. Ну, что можно было сказать? Время, конечно, было интересное. Фразы были там интересные. Мы все так и начали капустники. Ну, это же были там... Обычно капустники тоже делались по каким-то праздникам. А у нас праздников тогда было достаточно мало. Было 7 ноября, день революции, было май, день трудящихся солидарности. Был Новый год, было 8 марта, было 23 февраля, день советской армии. Поэтому обычно всегда были какие-то парады военные. Ну, и Игоря фразы всегда практически наших выступлений начинались так. На улице танки, а у нас концерт. Ну, и мы очень замечательно, в общем, провожили это время. Чудно, весело. Игорю только что дали, в связи с какими-то обменами, он, наконец, получил квартиру. И это было здорово, можно было встречаться у него дома. А я же приезжий, гастарбайтер постовременно, да? Лимитам поганый, понаехали тут. А у Игоря была квартира. Это маленькая кухня, 4,5 метра. Ну, там это было и у Игоря дома очень много мы собирались. Там были все, и Валбец, и Боря Краснов, и Игорь Юрьевич Новоженов, и Алексеевич Марусев, и, ну, все, и Андрей Кнышев. Все на этой вот кухне, она проплахла нашим юмором, нашим смехом, нашими затеями. Вот, и это было замечательное время, перепровождение, и, в общем, сочинение, и творчество. А вот скажите, обо «Ана» это, вы говорили, что была очень успешная передача, она была новая, да? Это 90-й год, слов всего, как бы, слов «Слевидение» в том числе, да? И вы стали знаменитыми, да? Как я понимаю, в том числе. Ну, вообще, для нас это было, конечно, как, знаете, сон какой-то. Тогда, понимаете, Советский Союз, Первый канал, ну, в смысле, Центральное телевидение, вдруг нас тогда, пацанов, приглашают вдруг так пошутить на Центральном телевидении Советского Союза. Можно вообще упасть в обморок. Вот, для нас, конечно, это было, ну, действительно, подарок судьбы. Но, в общем, мне кажется, что, судя по тем откликам, которые были моментальны, и те отклики, которые мы слышим сегодня, спустя 20 лет, говорят о том, что все-таки мы поработали хорошо и не зря, и нас помнят, любят и даже цитируют. Скажите, а запрещали, березали что-то по каким-то мотивам политическим, скажем так? Ну, да. Да, когда мы снимали вот «Похороны еды», это была первая программа, которая вышла в 90-м году, за похоронной процессией мы подмонтировали, там, Игорь подмонтировал похороны кого-то из членов политбюро, и за ним идут, значит, все Горбачев, и я же с ним там сиду, да. Ну, вот этот кадр, конечно, из эфира вырезан. Но потом мы уже, когда был такой дайджест показывает, дайджест их передач в 92-м году на излете уже нашего сотрудничества, то тогда показали уже, конечно, этот кадр. И вон, конечно, многое это видно, что там Игорь Кириллов замечательно с ним голосом говорит, что за гробом идут люди, близко знавшие покойную еду. Поэтому, конечно, этот кадр очень был нужен своим временем в этой миниатюре «Похороны еды». Ну... А что произошло потом? Что произошло в 92-м году? Почему, в общем, не так долго она могла бы процессуровать передачу, она могла бы дольше, как я понимаю, существовать? Ну, могла, наверное, дольше, но потом Игорь делал сам уже угол шоу свое, как будто бы. Вот. Почему? Знаете, если подходить философски к этому вопросу, то все... Мне так думается, что все разногласия, которые происходят, неважно между кем. Из-за просто нежелания услышать друг друга, неумения понять и простить. Я вот вспоминаю монолог одного из моих киногероев, который говорит, «Надо быть добрее. Это же так просто. Быть добрее. Надо немножечко потерпеть, простить и любить». Вот, но нам не хватило вот этого терпения, да, друг друга характера. На первый раз вылезли наши характеры, которые затмили дело, которому мы служили добро, качественно в течение там трех-четырех лет, да. Характеры затмили это, вылезли какие-то наши... Гордыня полезна. Я, я... Нет, я, нет, я... В общем, конечно, были разногласия какие-то творческие, что-то так понимает юмор, кто-то по-другому понимает юмор. Я считал вот так, что мне показалось это смешным. Игорь сказал, что вот это смешно, это не смешно. Мы где-то стали расходиться в каких-то пониманиях смешного. И как это интерпретировать, как это воплощать. Ну вот, в общем, заяякались. И вот из-за этого просто непонимания, действительно нежелания вот как-то понять друг друга, мне нужно было выбросить вот эти какие-то, да, свои... Гордынька полезла вперед. И сейчас вот с высоты пройденных лет понимаешь, что вот ну просто не хватило действительно терпения, чтобы рассказать, Игорь, давай сядем, давай просто поговорим. И вот это мы отнимем. Вот это же правда плохо. Мы вот чисто теоретически, практически, вот это хорошо, вот это вот плохо. И у нас были судьи, был Анатолий Григорьевич Малкин, была Телесанна Паршютинская, были ребята вокруг, и Коля Фоменко, и Валдис, хотя Валдис ушли с Кортнем раньше, после первых двух передач, тоже из-за непонимания, как должна строиться передача. Они видели по одному как-то передачу, что она должна строиться так, Игорь это не устраивало. Тоже вот как-то они не поняли друг друга, как нужно сделать передачу. Но, тем не менее, все равно, говорят, лучше раньше закончить, чем позже, когда уже никому ничего не смешно и никому ничего не нужно. Лучше соценуете раньше, когда еще вот на взлете. И все сейчас знают, как же было хорошо. Хотя там не все было у нас хорошо, у нас было тоже неплохо. Но вот это осталось какой-то флор, мы были первые. И после нас уже пошли там все разные передачи, где-то вынимая из нас какие-то куски, какие-то сегменты, какие-то там, значит, пазлы, которые мы тогда собрали. Вот. Ну, так вот, наверное. Не знаю, я ответила, я вас вопросом, или не ответил. Да, 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 да. Ну что, ну понятно, что вы... Да. Все тут все понятно, спасибо. Да, да, да. Хотелось бы... Больше нет вопросов. Да? Все, что-то, что-то. Все. Да? Я просто еще... Что? Хотелось бы сказать про... Если вдруг там будет, вот рассказать про... То, что я говорил про вот эту передачу, связанную с Владом Листьев. Если вдруг вставить... Да, 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 да. Ну давайте еще запишем. Можно я еще запишем? Да, давайте еще, да? Да. Моего монолога в одной из передач связанной с Владом Листьев. Он как-то в одной из передач в студии пригласили женщину, которая видела интерпланетянец. Вот. И я, когда смотрел эту передачу дома к телевизору, я понимал, что Влад ничего не понимает, что происходит. У него шары вместе с очками на лоб лезут. А-ха-ха! Что происходит? Потом через несколько дней я с ним встретился. Я говорю, что за женщина была странная какая-то. Я говорю, да, слушай, меня не предупредили. Пригласили какую-то странную женщину. Непонятно, она видела интерпланетянец, ничего не могла понять. Зарисовала портрет этой интерпланетянец. Я ему сказал, да, знаешь, мне ночью мы делаем сценарий новой, сценарий Албаны. Я бы хотел написать пародию на эту женщину еще на программу. Вот я написал текст и все. Ну вот она вышла, это как бы кусок. Он меня потом Влад встретил после эфира нашей программы Албаны. Я очень благодарю. Говорит, что замечательно, что сейчас прекрасная норма. Так что есть возможность, кусочек. Вот это хорошая такая вот вещь. Это как раз в этой передаче пародийной, когда мы пародируемся телевидении, как раз вот, о которой вы говорили. Вот эта вот программа, да, это март, по-моему, 92-го года, по-моему. А вы с Игорем после вот тогда уже последний вопрос, то есть не общались уже тесно, так случайно, да, в случае к случаю? Никаких замечательное время. И я благодарен Игорю и всем ребятам, которые собрались и которые смогли сделать эту программу. В общем, благодарен. Спасибо большое всем нам. И Игорю, и Ивановичу, и Лёше Кортневу, и Коле Фоменко, и Саше Суворову, который писал нам текст, «Кожеление, уже нет в живых». И Львовичу Новоженову, который писал нам тексты, и Анатолию Григорьевичу, и Кира Александровичу, и Пошутину, и всем большое спасибо, потому что это была такая ознаковая вещь в нашей жизни. Вот пошутили, как могли. Спасибо. Сейчас пусть шутят другие. Ну и шутят другие. Спасибо. Вам спасибо. Что? Пусть пошутят лучше, чем...